Для выпускников 11 классов началась вступительная кампания. 1 июля стартует первый этап. Регистрация электронного кабинета. С 14 июля подача заявлений документов учебные заведения. Из-за многочисленных сложностей при поступлении в этом году в Международном гуманитарном университете уже начал свою работу штаб абитуриента, куда можно обратиться за консультативной помощью. Здесь каждому поступающему бесплатно помогут создать свой электронный кабинет и оформить документы. Ежегодно в Международном гуманитарном университете создается штаб абитуриента. В этом году он называется штаб абитуриента 2021. И этот штаб работает для абитуриентов, которые сегодня выпускаются со школ и работает в первую очередь для их родителей. Ни для кого не секрет, что в этом году провальная была ситуация со сдачей математики по внешнему независимому оцениванию. А я вам хочу сказать, что математика практически во всех специальностях. И вы можете посмотреть, что в социальных сетях и в приемную комиссию звонят многие родители. Я вам скажу, у них очень большая паника, потому что они понимают, что их дети не смогут поступить в этом году. Я хочу сказать вам, что родители и абитуриенты не должны отчаиваться, прийти в Международный гуманитарный университет по адресу город Одесса, Фонтанская дорога 33, первый этаж, и получить квалифицированную помощь и консультацию от наших специалистов. Я уверяю, что мы найдем те комбинации сертификата внешнего независимого оценивания, которые дадут возможность вам получить высшее образование. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, приезжайте, не отчаивайтесь, мы сделаем все, чтобы ваши дети и абитуриенты сегодняшние получили высшее образование в стенах Международного гуманитарного университета. В консультационном центре абитуриентам также расскажут о возможностях молодого, но давно уверенно стоящего на ногах университета. ВУЗ постоянно расширяет количество специальностей. К примеру, факультет искусства и дизайна в этом году набирает студентов на хореографическую и музыкально-сценическую специальности, которых нет в Украине. Университет расширяется, потому что большее количество аудиторий стало, ну и, соответственно, вся учебная инфраструктура увеличилась, поэтому мы готовы принять большее количество студентов. И, конечно, я афиширую новый факультет артист музыкального театра и вокалист джазово-эстрадный, специалисты в области кино, дизайна, телевидения. Вот такая широкая кафедра у нас, и поэтому мы даем хорошее образование по всем этим профессиям. Каждая из специальностей, открытая, она является в неком роде уникальной. Вот почему. Преподавателя джазового вокала практически не выпускают в Украине. Актер музыкального театра отсутствует по факту такая специальность. Это очень востребованное направление, потому что это не оперета, это исполнитель, актер синтетического направления. Актер, который может одновременно хорошо как танцевать, так же петь, так же играть. Поэтому наше глубокое убеждение, что за актером музыкального театра большое будущее. Международный гуманитарный университет уже на протяжении нескольких лет готовит специалиста в области филологии. В этом году на факультете изменения в лучшую сторону. Теперь помимо переводчиков, учителей иностранных языков и филологов, будут готовить и специалиста в области психологии и журналистики. Профессия переводчика, филолога и учителя пользуется сейчас большой популярностью. Есть возможность пройти стажировку за границей. Это стажировка в крюинговых компаниях, в транспортных компаниях. Это международный отдел горсовета, облсовета. Профессия учителя востребована всегда. Также на факультете лингвистики и перевода открылась новая специальность, пользующаяся большой популярностью. Это психология. Психология – широкий спектр трудоустройства. И сейчас эта специальность очень популярна, потому что психолог – это и менеджер по подбору персонала, это и работа социального психолога, это психолог-консультант. Также в этом году мы открываем набор на журналистику. Международный гуманитарный университет был открыт 19 лет назад. И за это время вуз зарекомендовал себя как многопрофильный университет. Специалисты в области права, экономики, медицины, искусства, дизайна, филологии, отельно-ресторанного бизнеса и эти технологии – все они могут быть выпускниками одного университета. Международный гуманитарный университет швидко реагирует на изменения, которые происходят на рынке работы, стосовно опыту на новые профессии и специальности. Поэтому в этом году мы приглашаем на новую специальность – это специальность туризм и маркетинг. Одна из самых перспективнейших профессий на сегодняшний день. И два года назад мы открыли специальность «Готельно-ресторанная справа», которая также есть на сегодняшний день, которая используется попитом, достаточно потребованным. В Медицинском институте Международного гуманитарного университета есть такие специальности, как медицина, стоматология, фармация, физическая терапия, эрготерапия, медсестринство, а также открылась новая специальность, как общественное здоровье. По результатам внешнего независимого оценивания мы видим тенденцию, что многие абитуриенты в этом году не добрали по второму предмету обязательному, такому как математика. Вследствие с этим мы хотели бы пригласить всех абитуриентов, которые заинтересованы медицинским направлением, к нам в приемную комиссию Медицинского института для консультации и в дальнейшем трудоустройстве в контингенте студентов Медицинского института. В университете также действует программа «Школа-колледж-вус». Но благодаря такой форме обучения студенты получают непрерывное профильное образование. Оно может начинаться со степени младшего бакалавра, а на выходе студент получает звание доктора философии в выбранной сфере. Цего года мы набираем несколько интересных специальностей. Это частные аккредитированные специальности, которые мы нещодавно открыли. Это менеджмент, международное право, филология, культурология, стоматология. Насправдя в нас существует полный цикл ваше освіти, и абитуриенты, которые приходят к нам, могут вступить на бакалаврскую программу и выйти от нас уже доктором экономических, юридических или медических наук. Обратная связь – важная составляющая для успешного функционирования образовательного учреждения. Сотрудники вуза ежедневно отвечают на сотни звонков от родителей будущих студентов, чтобы получить всю необходимую информацию и правильно подготовить документы. Помимо 11-ти классников, большое количество звонков и обращений поступает от выпускников 9-х классов. Совсем скоро для них также начнется вступительная кампания 2021. Уже с 29 июня абитуриенты могут приносить документы, чтобы стать частью колледжа Международного гуманитарного университета. Вступительная кампания 2021 с 29 июня начинается для выпускников 9-го класса. Колледжи Международного гуманитарного университета принимают документы в бумажном виде. То есть все абитуриенты и родители могут брать все свои документы. И уже 29 июня мы вас ждем для того, чтобы вы получили образование и получили уровень фаховый молодший бакалавра. Хотелось бы отметить, что в колледже Международного гуманитарного университета поступление осуществляется без ЗНО по вступительным экзаменам. Консультационный центр на базе Международного гуманитарного университета будет продолжать работать до начала учебного года. Время работы приемной комиссии с 9 до 6 вечера без выходных.